Добрый день! Время новостей в Туле. В студии Светлана Мулыкина о самых главных событиях к этой минуте прямо сейчас. Правила футбола или правила фэйрплей победа тульского арсенала над грозненским Ахматом получила скандальный оттенок. Не всегда готов, какие тульские управляющие компании не ожидали снегопада. Вызов принят! Тульский губернатор участвует в масштабном челлендже. На сайте избирательной комиссии Тульской области опубликован список предприятий-партнеров акции «Впервые голосующим». Всего впервые голосовать на выборах президента на территории Тульской области будут 72 427 человек. Вместе с избирательным бюллетенем молодые люди получат открытку, которая является пропуском для бесплатного посещения ряда культурных и спортивных учреждений. Участник акции, получившим специальное приглашение, имеет право в течение месяца посетить музей, театр, спортивный зал, бассейн или матч футбольной команды «Арсенал». Администрация Тулы была готова к затяжной зиме. Более 150 человек и порядка 100 единиц механизированной техники было задействовано в борьбе с последствиями сильнейшего в этом году снегопада. Однако такую готовность проявили далеко не все. Тульские дворы снова завалены снегом. Илья Логинов знает, где нечищено. После вчерашнего снегопада тульские дороги стали непредсказуемыми. Мало какой двор коммунальщики успели вычистить. Вот пара водителей пытались срезать путь, проехав по улице Бундурина. Неожиданно угодили в зыбучие снега. Некоторые автомобилисты и вовсе только пытаются сесть за руль. К припаркованным автомобилям не подобраться. С самого утра тулики освобождали из-под завалов своих железных коней. Причем используя все подручные средства. Случайные прохожие также снегу не рады. Они пытались спешно покинуть нечищенный двор. Это считаю ненормально. И чистится, вот машина со щеткой проезжает. Вот сегодня не проезжал. Вот идешь и думаешь, как бы тебе не упасть, не сломать руку или ногу. Вот такие вот дела. Ничего хорошего. Сильнейший снегопад закончился воскресным вечером. На уборку выпавших осадков управляющим компаниям дается всего два часа. Иными словами, если бы коммунальщики работали с соблюдением нормативов, уже сегодня все дворы были бы чисты. Тем не менее, большинство второстепенных улиц завалены снегом. Например, на Льва Толстого дворник пришел только спустя 10 часов. В управлении по административно-техническому надзору отмечают, что, по крайней мере, работа ведется. Предписания инспекторы выписывать не стали. Как правило, в день мы проходим 100-150 придомовых территорий. Нарушения есть почти всегда, за редким исключением. Сейчас понятно, что период снегопада, их, наверное, будет чуть больше, чем обычно. За неисполнение норм правил благоустройства для управляющих компаний предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей на юридическое лицо. Выезжая за пределы узких дворовых улиц, открывается совершенно иная картина. Ни снега, ни наледи на главных городских улицах нет. Мы проехали вдоль улиц Дмитрия Ульянова, Первомайский, проспектом Ленина и Красноармейскому. Расчищены остановочные площадки. Остановки у нас расчищены все. Магистральная улица у нас тоже очищена. И, как это видно, и могут жители в этом убедиться. Это до усовершенствованного покрытия тротуара по магистральным улицам. Сейчас мы основной упор, конечно же, делаем. Дорабатываем деревни в ленинских поселениях, там работает техника. И второстепенные улицы. Коммунальщики работать в усиленном режиме, а тулики перепрыгивать через снежные завалы продолжат еще несколько дней. По заверению синоптиков, уже к началу следующей недели в Тулу придет потепление. Илья Логинов, Игорь Щепотев, Новости Тулы. Массовая авария произошла в Заокском районе. На 110-м километре трассы М2 столкнулись шесть автомобилей. По предварительным данным, первыми в ДТП попали грузовая «Газель» ВАЗ-2114 и «Кия». Через некоторое время в них влетели еще три авто. «Митсубиши», «Рено» и «Форд». Согласно основной версии, причиной аварии стала непогода. На трассе был сильный гололед. Несмотря на довольно серьезные повреждения некоторых автомобилей, к счастью, в аварии никто не пострадал. Муниципальное образование региона готовится к выборам. Выборам общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках программы формирования комфортной городской среды. 18 марта жители сами смогут выбрать объекты, которые войдут в программу. Проголосовать можно будет на счетных участках, расположенных в зданиях участковых избирательных комиссий. Для участия в опросе нужен только паспорт. Юлия Васюкова продолжит тему. Квертните на улице Болдина, площадь перед городским концертным залом, общественное пространство около пригородных касс Московского вокзала. На голосование в областном центре вынесено 10 объектов. 18 марта жители выберут те из них, которые будут благоустроены уже в этом году по программе формирования комфортной городской среды. В других муниципалитетах выбирать будут из пяти вариантов. На официальном сайте администрации можно увидеть пошаговую инструкцию, как подать заявку в программу, как проголосовать. В Тульской области из федерального бюджета до 2022 года на проект будет выделено 800 миллионов рублей. Из регионального – 430 миллионов рублей. Конечно же, мы все понимаем, что суммы достаточно очень серьезные. И контроль, и эффективность их вложения на те или иные проекты, которые будут реализоваться на территории нашего региона, должны находиться под жестким контролем. И ни одна копейка не должна быть потрачена впустую. Кроме 10 общественных пространств, в перечне объектов благоустройства в текущем году вошли 77 дворов. Дизайн разработан с учетом мнения жителей. Даже количество лавочек и урн, и места их установки. К благоустройству территорий смежных домов подход индивидуальный. Выезд из двора, скажем так, принадлежит, назову так, двум домам, то есть разделенных полам. С пониманием того, что необходимо асфальтировать выезд и обеспечить именно нормальную ситуацию выхода из подъезда, выхода из двора, соответственно, мы пошли в пути, что необходимо асфальтировать как ту территорию, которая относится к дому, которая попала именно в нашу программу, так и частично асфальтировать ту территорию, касаемо выезда из дворовых территорий, которая относится к другому дому. На встрече руководителя администрации города с жителями заместитель начальника управления по благоустройству Татьяна Кожухова подробно рассказала о программе на ближайшие годы. В настоящее время уже принято 465 заявлений от жителей по благоустройству дворовых территорий, 288 дворовых территорий включены в программу. По каждому объекту присвоен порядковый номер электронной очереди. В инициативе президента Российской Федерации действия программы формирования комфортной городской среды продлили до 2022 года. Дворы, которые не попали в программу в 2018 году, будут благоустроены в ближайшие пять лет. Все зависит от активности самих жителей. Ремонт и содержание дорог Тульской области в этом году обойдется в 4 миллиарда 792 миллиона рублей. Такие данные озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник. В текущем году планируется отремонтировать 190 километров региональных автомобильных дорог. Также министр добавил, что запланирован капитальный ремонт автоподъезда к населенному пункту Верховье в Дубинском районе и подход к железнодорожному переезду на автодороге Болохова-Шварц, также автоподъезд к населенному пункту Стублинка. Министерством уже запланировано в текущем году ремонт ряда дорог с применением новых технологий. Именно изготовление асфальтобетонных смесей на основе полимерных, битумных, вяжущих материалов, что позволит увеличить межремонтные сроки. Скажите, что мы взяли опыт другого региона, где данная технология увеличивает срок службы, качество и увеличивает временные интервалы. Это не новые технологии, о которых я говорил и о которых я ставил задачи. Я имел совершенно другое понятие, а не то, что уже используется на протяжении пяти, а может быть даже больше лет, в других регионах. Правила футбола или правила фэйрплей. Победа тульского арсенала над Грозненским Ахматом получила скандальный оттенок. Споры вызвал мяч, забитый туликами уже в добавленное время, по мнению игроков-гостей. Забит он был нечестно. После этого на поле началась настоящая потасовка. Все подробности у Юрия Зайцева. Стенка на стенку идут игроки Арсенала и Ахмата. Судья щедро раздает желтые карточки, а защитник Грозненцев Рудолфо и вовсе получает красную. В потасовке предшествует гол, который забил полузащитник туликов Горан Чаушич. Голу вот этот эпизод. Игрок Ахмата получает повреждения в столкновении со своим партнером. Судья молчит, Дмитрий Камбаров перехватывает мяч и выдает предголевую передачу. Наш игрок получил повреждения. Все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг другу. Уважение к партнерам, которые делают одно дело, которые едят один хлеб. Но, к сожалению, принципы фаерплей не у всех работают. Медрак Божевич после матча говорил о правилах футбола их арсенал не нарушал. Если бы была какая-то очень-очень тяжелая травма, тогда да, вообще мяч бил у него, он мог выбить мяч. Не знаю. Я прокомментирую так, что играть нужно до свистка судьи. Если свистка нет, надо продолжать играть. Насколько я знаю, в английской премьер-лиге уже несколько лет назад принято такое правило, что все моменты по этому фаерплею определяет арбитр. Понятно, что там Иванов не умирал, ничего с ним не было такого страшного. Эмоции игроков и тренерского штаба Ахмата можно понять. Равный и очень тяжелый, в том числе из-за погодных условий матч, был проигран уже в добавленное время. Игра моментами не изобиловала, но у гостей были шансы забить. Сегодня тоже уже на 91-е забили, там уже, конечно, тоже уже. Основная задача была не пропустить, сыграть на ноль сзади. Но очень повезло, что забили. Считаем, ребята молодцы, впереди с 10 или хорошо. Игра была очень тяжелая. Было сложно на заснеженном поле. В первом тайме у меня был шанс, чтобы забить, но не вышло. Очень здорово, что получилось это сделать на последних минутах. Что касается споров о правильности забитого гола, то у меня нет комментариев. Хочу лишь сказать, что вы сами знаете, какие ситуации бывают, когда играешь в Грозни. За Арсенал в матче дебютировал Хабиб Майга. Играл неплохо, но покинул поле еще в первом тайме из-за травмы. Удачным можно назвать дебют Артема Дзюбы. На его счету голевая передача. После победы Арсенал поднимается на седьмое место в таблице, имея равное количество очков с идущей шестой Уфой. Впереди Туликов ждет матч с пермским Амкаром уже в эту пятницу. Игра пройдет на нейтральном поле. Ее перенесли в Уфу. Газон стадиона «Звезда» в Перми к футболу не готов. Юрий Зайцев, Андрей Ремезов. Новости Тулы. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял всероссийскую эстафету «Выбор чемпионов» 18.03.2018. Ее ему передал президент Республики Татарстан Рустам Менинханов. Глава Тульского региона передал эстафету Рамзану Кадырову, Дмитрию Миронову и Кириллу Капризову. Всероссийская акция инициирована Федеральным агентством по делам национальности. Им присоединиться к участию могут все желающие. Суть акции заключается в том, что до 18 марта, дня выборов президента, в регионах страны пройдут массовые спортивные тренировки. На этом у меня все. Более подробную картину дня ищите на нашем сайте tsn24.ru